Говорят, что наши артисты очень активно работают в канун Нового года, на сам Новый год, а после отдыхают. Неправда. Хочу вам это однозначно заявить. И тому доказательство сегодняшнее наше гостье. Просим любить и жаловать. Сегодня у нас в гостях Чезара. Чезара, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Привет всем. И всех поздравляю с праздниками прошедшими, потому что я все-таки еще не была у вас в гостях. И все говорю «Ла мультянь». Ты пришла к нам сегодня не с пустыми руками. У тебя новая композиция. Да, у меня новая песенка, так и скажу, песенка. «Амдевинистрыинь». Это третья песня, с которой я работаю с ребятами из Бухареста в другом стиле. Я уже как бы понемножечку начинаю петь свой стиль, который пела раньше. Поп-рок, да? Поп-рок. Ты возвращаешься все-таки к тем истокам. Я возвращаюсь, да. Как бы пыталась это сделать, у меня это получилось. Это новый стиль, который слушается не только в Румынии, надеюсь, и у нас дома. И, кстати, очень интересный стиль, вы послушайте. Почему ты решила вернуться к этим истокам? Да, побаловалась, поигралась, была, не знаю, такой какой-то... Деск, как я сказала. Может быть, даже ветреной, да, такой дискотечной дивой. Да, но никогда не было таких ассоциаций. Ты хочешь сказать ветреные? Все, которые поют диско, это ветрен... Ну ладно, я уже запомню. Не, ну более легкие, чем поп-рок, согласитесь, это тяжелее. Поп-рок – это песни со смыслом каким-то, да? Я хочу тебе сказать, что те песни, которые я пела, они довольно все-таки очень тяжеловато спеть, потому что там... Мы не говорим о том, насколько легко или тяжело их исполнить. В коем случае, да. Мы говорим о том, какое настроение они вызывают у слушателей. Ну я как бы все равно пыталась по-другому как-то их спеть и по-другому все выглядеть и все это сделать. Почему? Потому что все-таки поп-рок мне это нравится, это мое, и раньше, как бы 10 лет назад, я преподнесла здесь и в Молдове у меня дома новый стиль, и пыталась что-то сделать, и потом я просто устала, хотела что-то другое. И вот сейчас, когда у меня появилось что-то новенькое, я решила как бы опять возвращаться в свой старый стиль. Чезара, вот если говорить о том, что когда ты действительно появилась на музыкальной арене нашей страны, ты отличалась от всех артистов очень сильно, писала песни в совершенно другом формате. А нельзя ли сказать, что потом ты поддалась, может быть, общественному мнению и общественным вкусам, которые двигались, может быть, не из нашей страны, из Америки, из России тоже? Может быть, ты прав, но просто я хотела сделать маленькую паузу, хотела попробовать что-то другое. Поискать себя. Да, не то, что поискать себя, я устала просто, я хотела что-то другое, я хотела попробовать что-то другое. Я хочу тебе сказать, что у меня получилось. Но ты этого наелась? Нет, я не оставлю этот стиль. Все-таки те песни, которые я записала, и не только дэнс. У меня есть очень хорошие песни с Мария Стоянов. Очень многие композиторы, которые я очень сильно люблю здесь, в Кишиневе дома, и с которыми я не хочу никак расставаться, и хочу и дальше петь в этом стиле. Но мой настоящий стиль – это поп-рок, и я как бы возвращаюсь. Кожаная куртка. Да. Вот, вот. Я хочу возвращаться, и я хочу создавать что-то новенькое. И, кстати, и уже с ребятами поговорила, и в конце концов хочу и группу опять возвращать, вернуть обратно. Что касается паузы, как правило, паузы в творческом, в спортивном, скажем так, направлении приходится как раз на рождение ребенка. Давай мы сейчас поговорили о том, какая Чезара как певица, да, вот Чезара мама. Твоему малышу два с половиной? Нет, это рот, просто два и четыре месяца. Два и четыре, ну, на два месяца. Ну, недалеко. Не сильно далеко, да. Недалеко. Говорят, что ходили слухи, что ты его скрываешь, вот как только ты родила ребенка, что ты его скрываешь. Вот так это и было. Почему? Ну, ты знаешь, я как бы очень ждала этого ребенка. И когда он появился, я по-другому думаю, по-другому рассуждаю. И как бы для меня очень важно, чтобы этот ребенок вырос нормально, без стрессов, без никаких вопросов. Я хочу, чтобы у него была нормальная жизнь, чтобы он вырос немножко, и чтобы он понял, хочет он этого или нет. А от кого скрывать и от кого защищать? Вот ты говорила, что ты мама-защитница. Неужели как бы вот на маленького ребенка могут быть какие-то нападки? И от кого? Ну, не прямо уж от кого или что скрывать. Все-таки есть разные энергии, разные люди. Для меня это очень важно. И я думаю, что это действует на маленького ребенка. Зачем показывать ребенка, только родила ребенка, как сейчас на разных страницах. В социальных сетях. Не будем делать рекламу. Сразу показывать, вот родила, ему пару дней или недель. И он сразу как бы афиширует его. Зачем это делать? Это все-таки маленькое существо, очень маленькое. Она нуждается в защите, опеке. А зачем это все делать? Я по-другому все решила делать. И когда ему исполнилось только год, вот я решила, что мой сын... И то я думала, надо мне это или нет. Я решила, что он как бы уже вырос немножко, и можно уже афишировать. И просто долгое время вообще не то, что не знали, не видели твоего ребенка. Вообще не знали, родила, не родила, кого родила. Какие у вас взаимоотношения? Очень хорошие. И берешь ли ты его на репетиции, потому что достаточно активная у тебя жизнь. Кто с ним сидит? То есть кто больше занимается ребенком? Я занимаюсь, моя мама. И, конечно же, у меня есть нянечка. Хотя я думала, надо мне это или нет. В конце концов, я не успеваю. Плюс я сейчас и работаю на радио, вернулась как бы обратно. И для меня это очень тяжело. Такой график очень насытный с утра до вечера. И вечером, когда прихожу домой, он сразу... Он же привык ко мне с утра до вечера видеть. И сразу на меня вот так прыгает. Ламочка, я рада тебя видеть. Он уже разговаривает, не очень четко, но разговаривает. И, кстати, знаю два языка. И русский, и русский. Поет? Поет, но я не могу сказать, что... Может, играет на гитаре, на фортепиано? Нет, нет, ты торопишься. Я опять не хочу торопить своего ребенка. Если он захочет этого, пусть он сделает от сердца. Не хочу заставлять его. Или его сейчас интересуют машины, трактора. Я тебе больше скажу, его всегда будут интересовать машины. Ну, конечно же, похоже, больше на меня. Только цена будет меняться немного. Так что сейчас он более как-то по-другому смотрит на пение, на все. Но, конечно же, когда видит меня, он очень радуется, говорит, мама поет, и он рад этому. Ты знаешь, я вот сейчас могу загибать пальцы твоих возвращений, да? То есть ты вернулась на радио, ты вернулась к своему стилю поп-рок. Ты возвращаешься в этом году с песни, которую ты презентуешь сегодня в нашей программе, в национальный отбор конкурса «Евровидение». Который раз это уже будет, да, в твоей… Ой, третий или четвертый. Нет, 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 больше, гораздо больше. Больше даже, да. По-моему, пятый или шестой, вот я не помню. Но несколько лет ты пропустила. Потом, по-моему, был первый раз. Нет, нет, первый раз было как раз в первый раз, когда первый, первый наш «Евровидение». То есть 11 лет назад, да. Да, тогда ты помнишь, я не помню, если честно. В прошлом году мы десятый раз участвовали в конкурсе, в этом году мы в одиннадцатый раз участвуем в конкурсе «Евровидение». И так я в каждом году, потом я опять сделала паузу, и сейчас все-таки я тоже не хотела, если честно. Но благодаря моими друзьями, которые как бы, даже не знаю, хотя бы не то, что заставили, но настояли, да, вот ты правильно сказала. Расскажи о песне, которую ты в этом году выставляешь на конкурсе «Евровидение» и надеешься поехать в Вену. Ну, надеюсь, да. Любой участник, я уверен, любой участник, который принимает участие в конкурсе, хочет он этого или не хочет, он хочет поехать на «Евровидение». Мы надеемся, да. Каждый из нас надеется. Ну, нужно так, мне кажется, делать. Ну, это очень хорошая реклама, тем более, когда новенькая песня, и я как бы возвращаюсь в этом стиле понемножечку. Для меня это как бы очень хорошая реклама. И это возвращение, и я думаю, что будет что-то интересненькое. Потому что сама песня, она необыкновенная, она не похожа на все мои песни. И это как бы новый стиль, то, что слушается в Румынии, как я сказала, я надеюсь, что и у нас. О чем она? О любви, конечно. Конечно, Сергей, ну не о машинах же. Что ж, дорогие друзья. О отношении, кстати, и, к сожалению, не знаю почему, но в последнее время наши люди как бы, не то что люди, все пары или остаются вместе, или, к сожалению, расходятся. Вот именно вот эта песня про это. Ну, я надеюсь, я позитивно думаю, что все в какой-то любой момент проходят через это, и в конце концов остаются вместе. Дай бог. Ну, знаешь, с чем ты не расстанешься сегодня точно? С баночкой ароматного кофе, которую мы тебе дарим от нашей программы. Спасибо большое, ребята. Ну, а после рубрики «Азбука известных брендов»… Мы услышим новую композицию «Чезары» для национального конкурса Евровидения. Это была Анна, у Ника Джуда, кстати, не чужой для нас человек. Да, но мы стали чужими. Об этом поет «Чезар» в своей новой композиции. Слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok